Магнитогорский подросток Верные ленинцы возложили цветы к памятнику вождя мирового пролетариата и в очередной раз поругали власть нынешнюю. Башкирские фермеры получили поддержку республиканских властей, только за последний год здесь появилось около 400 новых хозяйств. Чрезвычайное происшествие в Магнитогорске в лесопосадке по улице Жукова обнаружены человеческие останки. На страшную находку наткнулась группа подростков. Подробности у Анастасии Ишменевой. Неподалеку от дома номер 8 по улице Жукова подростки наткнулись на останки человеческого тела. Выехавшая группа оперативников обнаружила сожженные руки и череп. Другие части тела до сих пор не найдены. Рядом в Костровище найдена одежда. На данный момент проводится тщательный анализ останков человеческого тела. Пока трудно определить, кому они принадлежали, мужчине или женщине. Приблизительный возраст погибшего от 20 до 50 лет. В ходе проверки близлежащей территории, в которой были задействованы не только сотрудники Орженкинского РОВД, но и курсанты учебного центра милиции, обнаружена еще одна страшная находка. В районе дома 10 по улице Жукова, помимо прочего, была обнаружена еще одна находка. Эмбрион младенца. На сегодняшний момент мы эти два факта пока не увязываем вместе. Приблизительный возраст эмбриона 5-6 месяцев, по мнению сотрудников ОВД, был совершен криминальный аборт. Этот район нельзя назвать благополучным в силу его удаленности. Рядом с лесопосадкой расположены две автостоянки работников и клиентов, которые тоже опросили, но безрезультатно. По крайней мере, мы с уверенностью можем сказать, что расчленение было совершено не на месте, где были обнаружены человеческие останки. Скорее всего, злоумышленник или злоумышленники принесли их. По факту обнаружения человеческих останков было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Сотрудники милиции обращаются с просьбой к горожанам, располагающим какой-либо информацией по данному делу. Звонить по телефону 30 55 50 30 55 51 или по телефону доверия милиции 29 80 02. В Челябинске задержан один из троих особо опасных преступников, бежавших в среду из психиатрической больницы. Как сообщает РИА Новости, Деврон Кудусов задержан около 11 часов в поселке Локомотивный Челябинска. При задержании преступника никто из сотрудников милиции не пострадал. Оперативники не исключают, что еще один преступник скрывается в дачном поселке недалеко от Локомотивного. Сейчас этот район оцеплен, территория прочесывается служебными собаками, сказал представитель ГУВД. В Верхнеуральской тюрьме заключенные объявили голодовку, сообщает агентство Уралполитру. 95 заявлений об акции протеста были поданы руководству тюрьмы после проведения планового обыска 13 человек. Осужденные отказались выполнять требования сотрудников учреждения и выходить из камер, препятствовали досмотру личных вещей, а некоторые оказали физическое сопротивление. Сегодня день рождения Ленина. Вождю мирового пролетариата исполнилось бы 134 года. Магнитогорские коммунисты по традиции в этот день возложили цветы к памятнику Ильича. Желающих набралось не более 50 человек. В основном пожилые люди. Мероприятие прошло скоротечно. Верные ленинцы уложились в 22 минуты. Изначально мероприятие было заявлено не как митинг. Возложение цветов к памятнику акция не политическая и разрешение властей не требует. Однако без пламенных речей коммунистической прессы все-таки не обошлось. День такой. День рождения такого человека не может быть аполитичным. Это прежде всего дань уважения нашей истории, которая охватывает целый огромный 20 век. Зоя Пронина неделю назад сложила себя полномочия первого секретаря горкома КПРФ. Однако и после этого события политическую активность не утратила. Говорит, что к памятнику Ленина пришла как рядовой член Компартии. И как преданный коммунист. Вот, наверное, прежде всего, как преданный коммунист, коммунист, который предан тем делам, тому прорыву, который Россия совершила с именем Ленина. К верным ленинцам обратились лидеры магнитогорских левых, после чего могли выступить все желающие, кому есть что сказать. Как водится, добрым словом поминали Ильича, ругали нынешнюю власть за социальные катаклизмы и нищенское положение пенсионеров. Выступил и Василий Марченко. На протяжении 45 лет он убеждал подрастающее поколение в правильности выбранного курса. Работал в школе. Бывший коммунист теперь не имеет партийного билета. Дельцы же всех с партии выгодят. Теперь уже как? Это 80 лет уже какой там этих коммунист? А все, свою жизнь отдал, я защищал отечество. Пафосными лозунгами общего характера выступающие не ограничились. Праведный пролетарский гнев пожилые люди направили на автомобили, припаркованные рядом с памятником Ленину. Называли их не иначе, как буржуазные тарантайки. Писали послания на стеклах и обещали при повторении ситуации 1 мая сбросить машины в Урал. А вот молодежь нынешний день провела более продуктивно. Трудилась на субботнике. Это, кстати, одно из наследий Ильича. Традиция всемиром убирать улицы зародилась еще в 20-х годах прошлого века. Традиция дедушки Ленина до сих пор не дает покоя школьникам и студентам. В начале 20-х трудовой десант был массовым и добровольным. Граждане молодой Советской Республики надеялись, что работа в выходные поможет быстрее построить коммунизм. Поэтому помимо плановых, часто устраивали внеочередные субботники, воскресники и даже целые недели бесплатного трудового фронта. Сегодня молодым людям все равно сидеть за партой или махать граблями на газоне. За партой ты только знания получаешь. Город же надо убирать. Мы же в нем живем. Такую картину можно наблюдать практически везде. Зачастую залог качества работы в мудром руководке. Я бы не сказала, что не хотят работать. Желание у ребят есть. Просто их нужно постоянно направлять. Причем такая игривость у нас в работе проявляется. Главное, чтобы эти игры не заходили слишком далеко. А пока молодежь создает видимость упорной работы, есть люди, для которых уборка города – ежедневный кропотливый труд. Сейчас дворникам приходится выходить на смену даже в выходные. Говорят, не справляется с объемом работы в течение недели. Подгоняют и жители. Увидели, немножко снег сошел. Всем сразу надо в течение одного-двух дней убрать территорию. Всем хочется, чтобы чисто было. Но это физически мы сделать не в состоянии. Всему свое время. Не случайно у нас два этапа уборки территории от мусора. Первый этап очистки города от последствий зимы закончится уже перед майскими праздниками. Были и такие счастливчики, кому повезло выиграть не один, а целых два приза. Кстати, не случайно розыгрыш решили провести именно возле торгового центра «Славянский». Недавно он отметил свое двухлетие. Чуть старше были те, кто решал судьбу этих бытовых приборов. Но главным событием, ради которого собралась значительная часть жителей «Магнитки», стал, конечно же, автомобиль. Победитель нашелся не сразу. Как сказал ведущий, кто-то сидел дома и пил чай, а в этот момент называли его номер. В итоге счастливым автовладельцем стала семья Прасловых. У некоторых магнитогорцев на руках оказалось более 10 билетов. Говорят, центральная городская ярмарка, «Славянский» и «Малый Арбат» стали для них привычным местом шоппинга. Тем более, когда есть шанс выиграть автомобиль. Мы дорожим своими покупателями и хотим им доставить приятное. Сегодня автомобиль достался людям. Реакция такая... Ну, не знаю, первый раз я такое наблюдаю. Слезы плачут, радуются. То есть, получается, получается, машина попала именно туда, куда надо. Остальным же магнитогорцам огорчаться не стоит. Дирекция торгового центра пообещала. До конца года будет разыграно еще несколько автомобилей. Дарья Сивухина, Владислав Гусев, Вести, Магнитогорск. Магнитогорские металлурки, Череповецкая, Северсталь. Поединки нашей команды против лидеров чемпионата смотрите через несколько секунд. Новости спорта в программе. Еще совсем недавно Северсталь для металлурга была удобным соперником. В прошлом сезоне в играх против подопечных Сергея Михалева магнитогорцы потеряли всего одно очко. В нынешнем ситуация изменилась. Значительно. Десять матчей без поражения. Сейчас таким результатом из российских клубов может похвастать только Северсталь. Череповчане приехали в магнитку в качестве явных фаворитов. С таким настроением уедут. Будет зависеть только от металлурга. Для нашей команды главное не проиграть первый период. Об этом главный тренер магнитки заявлял не раз. В матче против Северсталь именно так и случилось. Магнитогорцы пропустили первыми. Имели шанс отыграться перед перерывом. В большинстве полтора минуты не выпускали соперника из зоны. Даже в штангу попали. Но фортуна в этот день была на стороне Череповчан. А вратарь Душан Салфицкий просто творил чудеса. Во втором периоде гости еще дважды зажгли красный свет за воротами Романа Малика. После чего его сменил Андрей Малков. Заключительная 20-ти минутка прошла под диктовку хозяев площадки. Северсталь откровенно играла на удержание счета. А зрительный зал настойчиво требовал от любимой команды шайбу. И все-таки в этом матче вратарю Северсталя не удалось отстоять насухо. Уже в концовке с передачи Алексея Кайгородова счет размочил Петер Сикора. Правда и гости ответили голом. Уже в пустые ворота. 1-4. Металлург второй раз в этом сезоне проиграл на своей площадке. Пропустили один гол. Но тут как бы уже при всем желании у Металлурга было мало времени. То есть мы тут, так скажем, достояли, додержали эту победу. Довели до конца. Команда, которая атакует, к сожалению, нет голов. Не нужно думать о смене в составах напарающих, если это принесет голы. Следующий соперник магнитки СКА Санкт-Петербург. Армейцы в этом сезоне стартовали уверенно. Шестое место в турнирной таблице. Отставание от Металлурга всего одно очко. Дмитрий Меркулов, Александр Гончарук, Вести Магнитогорск. Информация о новых событиях в нашем эфире завтра с самого утра. Оставайтесь с нами. Приятного вечера и до встречи. Спонсор прогноза погоды Чилинбанк, Чилинбанк, банк проверенной времени. Сибаи завтра обещают плюс 9 ночью и плюс 24 днем. В Верхнеуральске плюс 5-7 ночью и днем до 23 градусов. В Белорецке до плюс 6 ночью и до 22 выше 0 днем. В Абзаково плюс 3-5 ночи и 18-20 градусов выше 0 днем. И в Магнитогорске до плюс 8 ночью и до плюс 24 днем и без осадков. Спонсор прогноза погоды – страховая компания «АСКО». «АСКО» – гарантия вашей стабильности. Спонсор прогноза погоды – «Элитстрой». Достойное жилье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова